Тверская улица Тверская улица выводит нас на площадь, которой не так давно вернули ее историческое имя – Тверская. Здесь стоит здание, которое москвичи до сих пор называют Моссоветом. Оно построено прекрасным зодчим Матвеем Федоровичем Казаковым. Его имя также связывает Москву с Тверью. 1763 год. В Твери произошел пожар, который уничтожил Кремль и всю центральную часть города. Сгорело более 700 домов. Огонь не пощадил ни жилые дома, ни церкви, ни монастыри. Молодой зодчий Матвей Казаков приезжает в Тверь из Москвы в составе архитектурной команды, в которую входили ряд зодчих во главе с Петром Никитиным. При участии Казакова возводился величественный императорский путевой дворец, где останавливались все русские цари, начиная с Екатерины II. Внес он свою лепту и в создание прекрасного архитектурного ансамбля на бывшей судебной площади. Из Твери Матвей Казаков уехал в Москву, где были возведены многочисленные архитектурные шедевры по его проекту. Однако память о нем живет в Твери и по сей день. В здании Моссовета до революции находилась резиденция генерал-губернатора. Встречались среди них и уроженцы Тверского края. Наиболее колоритным был Арсений Андреевич Закревский. Он родился на Зубцовской земле в селе Берниково. Император Николай I назначил его генерал-губернатором Москвы в мае 1848 года. Закревский был в ту пору уже не молод, ему шел седьмой десяток. Однако в течение 11 лет он нагонял страх на москвичей своим самодурством и подозрительностью. Именно такого генерал-губернатора мы видим в романе Бориса Акунина «Статский советник». Говорят, что Закревский долго не мог поверить в отмену крепостного права. При этом в его собственных имениях для крепостных обязательно строили школы и больницы, а сами крестьяне жили куда лучше, чем в соседних поместьях. Остаток своих дней Закревский провел вдали и от Тверского края, и от Москвы, у дочери в Италии, где его похоронили в 1865 году. Продолжение следует...